Ещё один маленький такой секрет. Можно на сцену этот секрет в лице Георгия Тарасевича позвать? Вы сейчас всё поймёте. Почему, и что, и как, и вообще откуда растут ноги, и что такое окрыление. Окрыление от творчества друг друга. Такой треугольничек появился. Добрый вечер. Георгий Тарасевич, ваши аплодисменты! Георгий Тарасевич, ваши аплодисменты! В общем, жизнь не задалась с самого утра. А послушаешь чуток Лёню или Гришу, сразу словишь позитив. Ибо мастера. Нынче всяк, кому не лень, складно в рифм пишет. Выдают по тысячу строк за день на гора. Но сравниться разве кто с Лёней или с Гришей, оба выше всех высот. Ибо мастера, кто на ясене сидит, кто сидит на клёне, кто залез на саксоул и кричит «Ура!», но до той поры, пока Гриша есть и Лёня, пальма первенству них, ибо мастера. Из всех символов у нас двое на районе. Соблазнили всех девиц с нашего двора. Ох, боюсь, уйдёт жена к Грише или к Лёне, или сразу к ним вдвоим, его мастера. В пору тихо покурить где-нибудь в сторонке, чем пытаться лучше их выдать номера. Крутизна, как у яиц, что звенят в мошонке, ибо оба по звене тебе мастера. Георгий Тарасевич, ну ты продолжи уже тогда в своём духе что-нибудь весёлое, а потом мы музыкой будем, соответственно. Да, я хотел прочитать стихотворение, которое, в общем-то, оно не день рожденный, никакое, ну просто немножко в тему, поскольку я в курсе, что Лёня катается на горных лыжах. Лёня, это правда? Лёня? Было, было. Было, да. Ну вот. Значит, коротенькая преамбула. Значит, что такое горные лыжи? Ну, в принципе, все представляют, это лыжи, на которых ездят с гор. Значит, кто не в теме? Значит, опуская технические подробности, надо сказать, что инвентарь для горных лыж отличается от инвентаря для лыж равнимых увесистостью. И тем, что эти самые чёртовые горные лыжи, они приспособлены для передвижения по горизонтальной поверхности в последнюю очередь. Вот такие тяжёлые. И, значит, стихотворение по следам реального события. Катание на обычных лыжах, на беговых. Называется «Промашково». Хлопнула жена мне по плечу. По лесу, на лыжах, это ж благо. Я оздоровить тебя хочу. И зверька пушистого, собаку. Нужен за здоровье смертный бой. Слишком положение серьёзное. Едем мы в «Ромашково» с тобой. Это то, откуда паровозик. Вот лыжня. Как рельсы, но без шпал. И по ним я радостно дал газу. Но довольно быстро осознал, что не паровозик я ни разу. В шаг сбивалась дробная рысца. В рамке из сосулек стыла рожа. И собака что-то на песца стала подозрительно похожа. В мире справедливости как нет. С каждым шагом делалось всё хуже. Но к концу подходит даже свет. Кончился и этот синий ужас. Не болит, но разве голова? Вакуум внутри безукоризнен. В остальном здоровье подорвал этот мне здоровый образ жизни. Говорил себе, раз это к сто, как о чём-то ясном и бесспорном. Всё-таки этот спор для нас не тот. Нет на свете лыж помимо горных. Дёрнул, чёрт сказать, о том жене. А она, ну, если это ближе, снова побежишь ты по лыжне. Но теперь уже на горных лыжах. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Взглянём на картину, написанную маслом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот карты. Под выдрухоль ходит тузом сперва ежехидно, потом барбизон, вот секс. Я понять даже и не берусь, как может покрыться плекушку-легусь. Ведь к этому делу куда лучше гошь, друг сороконожки. Но вот уж столы на полянку выносит орлайн, трубка зубра и боброненосец. Коньяк сам себя наливает в стакан, пусть выпьет его хулиган-куликан. Лежат под столом те, кто сразу обмяк штуканчик, барсуслик, мышьяк, хохломяк. Разделав закуску без помощи вилки, уж пьют пингвино, шимпаншило с горелкой. И в этом вопросе конкретно не прав. Хоть пиво хранит себе рефрижерав. Такие вот монстры, урод на уроде. А мы все о глупостях. Взрослые вроде. Спасибо. Георгий Тарасевич это был. Ну что ж, на эту сцену...